На сегодняшний день создано более 24 тысяч мест дошкольного образования. Дети в сельском местности имеют возможность при 100% компенсации оплаты посещать детсады. Кроме того, были сохранены нормы, связанные с бесплатным питанием для детей с 1 по 4 классы. Со следующего года в Крыму начнет действовать программа «Земский учитель». Во-первых, мы встали на рельсы Российской Федерации, именно полностью перешли в законодательной части. И сегодня движемся в направлении, уже как бы больше обращаем внимание, как Владимир Витальевич сказал, не только на город, но и на сельское поселение. Смотрим, что там происходит в школах, в детских садах. Оказывается, большая поддержка по укреплению материально-технической базы в университетах. Обновляется оборудование и исследовательская часть. На высоком уровне трудоустройство студентов после окончания вузов. Создаются серьезные очень совет работодателей, как по инженерным направлениям подготовки. Все предприятия буквально вчера встречались с заливом, выезжали в залив. Сейчас идут переговоры о создании совместной кафедры и профильной лаборатории. Гуманитарный блок, конечно же, это педагогическая часть. То, о чем сегодня говорим. Мы строим огромное количество школ, дошкольных образовательных учреждений. Но наш вуз образован, это региональный вуз, который создан с учетом потребностей республики. В планах у правительства и профильных комитетов и дальше развивать образование в республике, строить новые школы и детские сады. В целом, в сферу ожидает ряд реформ, обусловленных достаточным финансированием. На следующий год для улучшения условий в учебных заведениях Крыму выделено 26 миллиардов рублей. Яна Итурник, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ.